МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Внезапная пятилетняя течь, когда река придет в норму. Заряд бодрости и позитива на целый день. Занятие по хатха-йоге прошло в парке Зернова. Вирусный туризм. Саровчан предупреждают, что в Египте обнаружили неизвестную болезнь. Далее расскажем обо всем подробно. Внезапная пятилетняя течь в конце июля река Сатис сильно обмелела. На некоторых участках даже видно дно. Причина – течь на гидрозле, которую сейчас устраняют. Сколько продлятся работы, когда река вернется к нормальному уровню и, главное, пройдет ли снижение уровня воды до отметки порога бесследно. Ситуацию прокомментировал инженер-проектировщик гидротехнических сооружений Александр Белов. Чрезвычайное происшествие или закономерный результат. 27 июля на странице администрации появилась публикация о значительной тече, которую зафиксировали на гидроузле городской. Результат – резкое снижение уровня реки Сатис. Ниже нормального подпорного уровня – 119,8 метров по Балтийской системе. Однако течет наша плотина уже не первый год. Гидроузел не держит воду должным образом около пяти лет. В 2018 году на ремонт затвора выделяли порядка 2,5 миллионов рублей. Но проблема осталась и только усугублялась с каждым годом. Насколько я знаю, с 2019 года эта проблема существует по уплотнителям затвора. То есть затворы у вас всегда текут с той или иной интенсивностью. И в особенности в меженые периоды, это когда лето, высокие температуры окружающей среды, мало дождей или зимой во время зимней межени, когда низкие притоки рек Сатис и Саровка, происходит ситуация, что приток со стороны рек меньше, нежели расходы, которые пропускают затворы в своем негерметичном состоянии. В результате чего происходит постепенное понижение уровня воды. Подрядная организация спецантех, ответственная за содержание гидротехнического сооружения, занимается работами по установке аварийных затворов и восстановлению старых. С задачей планирует справиться в течение двух недель. Однако мера временная. Менять нужно всю плотину. Это было вызвано размытием дна, уже состоянием самой плотины. То есть это неизбежная ситуация. Я не проектировщик и не сметчик, поэтому стоимость, естественно, у меня неизвестна. Но деньги колоссальные, надо менять всю плотину. Никаких гарантий, что ситуация в будущем не повторится, нет. Однако и снижение уровня воды до отметки порога бесследно не пройдет. В первую очередь обмеление реки губительно скажется на водных обитателях. Рыба в реку вернется, но только после того, как вода в ней придет к нормальному уровню. А по предварительным прогнозам, произойдет это только в период весенних поводков, считает Александр Белов. К сожалению, из-за такой динамики наполнение прудов, которые располагаются на таких реках, возможно только лишь зачастую в весенний период, когда приходит большой расход и много воды. Поэтому, если случилась такая ситуация, что пруд опорожнился, то с высокой долей вероятности наполнение его произойдет только в следующий весенний период, после снеготаяния. Также при резком опорожнении водохранилищ происходит деформация депрессионной кривой в грунтах. Из-за этого вырастают очень сильно скорости потоков грунтовых вод в береговых зонах. В результате этого происходит вынос грунта и габиона размывает. Такой эффект мы, к сожалению, наблюдаем из года в год. И велика вероятность, что такая картина повторится вновь. В прошлом году у вас такой эффект был, к сожалению, в районе Стрелки на реке Саровка, где у вас произошло разрушение части габионных конструкций, как раз из-за того, что был неконтролируемый вынос песка из-под габиона существующей стенки. Сейчас остается только ждать и надеяться, что река справится с выпавшими на ее долю испытаниями и будет готова к грядущим. Вирусный туризм. Сыровчан предупреждают, что в Египте обнаружили неизвестную болезнь. Симптомы схожи с заболеванием лихорадкой ДНГ. Вирусной инфекцией, которая передается человеку при укусе инфицированного комара. Ввиду сложившейся ситуации в отношении рейсов, прибывающих из Египта, Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль. Об основных симптомах недуга и мерах предосторожности расскажем далее. Случаи неизвестного заболевания зарегистрировали в июле в египетской провинции Кена, в 600 километрах к югу от Каира. На недомогание, слабость, повышение температуры пожаловались порядка тысячи местных жителей. Симптомы схожи с лихорадкой ДНГ, которая передается людям воздушно-капельным путем от комаров. Пока что египетская болезнь выявлена только в одном населенном пункте страны. От человека к человеку по данным литературным пока не передается. Переносчиками являются комары, ну может быть там другие какие-то насекомые. То есть это несвесивный путь передачи. То есть при укусах комаров заражаются люди. От человека к человеку на данный момент вроде пока заболевание не зарегистрировано. Египетская болезнь, как и лихорадка ДНГ, распространяется в южных странах с тропическим и субтропическим климатом. На территории России пока нет случаев заражения неизвестным вирусом. А вот лихорадка ДНГ периодически встречается. В прошлом году ей заболели 29 россиян. Все они приехали из южных стран. Симптомы ДНГ – высокая температура, сильная головная боль, боль глазного яблока, мышечные и суставные боли, тошнота, рвота, опухшие железы, сыпь. В большинстве случаев болезнь протекает легко. В редких случаях ДНГ может привести к летальному исходу. Для тех туристов, которые планируют отдыхать в Египте, врачи рекомендуют соблюдать несколько важных правил. Для того, чтобы максимально изолировать контакты с этими насекомыми, надо использовать одежду, которая максимально закрывает кожные покровы. Это первое. Использовать препараты, которые отпугивают или уничтожают насекомых. Это второе. Потом, если в помещениях имеются окна и двери, они, конечно, имеются, то должны быть москитные сетки. Если вы почувствовали ухудшение самочувствия, сразу обращайтесь к врачу по месту пребывания. Если недомогание началось по возвращении из отпуска, то обязательно сообщите врачу о вашем путешествии. Сейчас Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль за рейсами, которые прибывают из Египта. Сыровчане могут подарить книгу детям из новых регионов. В дар принимают не только классическую отечественную литературу, но и издания, которые дороги дарителю и будут полезны читателю. Книги должны быть в хорошем качестве, в твердом или мягком переплете на русском языке. Пункт сбора книг расположен по адресу улица Пушкина, 24А. Первая отправка планируется 15 августа. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Десять человек отравились грибами в Нижегородской области с начала года. Среди пострадавших трое детей. Всех удалось спасти. В больнице им оказали всю необходимую помощь. По словам специалистов, тяжелее всего отравление переносят дети и люди с ослабленным здоровьем. Это связано с тем, что в детском организме еще не сформировалось достаточно ферментов, необходимых для переваривания грибов. Именно поэтому не рекомендуется давать грибы детям до 14 лет. Самой взрослой матерью с 2017 года в регионе стала 54-летняя нижегородка, а самой юной – 13-летняя девочка. При этом свыше половины жительниц Нижегородской области рожают в возрасте от 30 до 39 лет. К 40 годам рожениц становится меньше – 3,8%, а в 18 лет мамами становится всего 2%. Осетровая луна сегодня в Нижнем Новгороде. Суперлуния – это трехдневный период, когда в полнолунии луна находится максимально близко к Земле. Луна в этот период больше и ярче обычного. Такое явление происходит 3-4 раза в год. Нижегородки заключают контракты на военную службу наряду с мужчинами. Как заключившая контракт на прохождение военной службы в зоне СВО, девушка получит 204 тысячи рублей в месяц и 195 тысяч рублей единовременно. Дополнительно действует целый ряд мер поддержки, виде льгот, помощи семье, различных субсидий и выплат. Я по образованию медработник, хельшер. Собралась, потому что у меня там два брата служат. Я очень долго собиралась, честно могу сказать, чтобы решиться на это. Родственники меня все поддержали. Я буду в тылу, хельшер, Ставропольский край. Присутствует небольшое чувство волнения, конечно, без этого никуда. Но я настроена решительно, положительно, настроение боевое. Заряд бодрости и позитива на целый день в парке имени Зернова прошло занятие по хатха-йоге. Ха и тха – солнце и луна. Практика хатха-йоги направлена на то, чтобы соединить, объединить или сбалансировать эти две энергии для здоровья ума и тела. На поиск гармонии вместе с гостями парка отправилась и наша съемочная группа. Люди веками используют различные направления йоги для поддержания здоровья. Регулярные занятия полезны в любом возрасте, если соблюдать меры предосторожности и учитывать индивидуальные противопоказания, считают специалисты. Ха и тха – солнце и луна. Практика хатха-йоги направлена на то, чтобы соединить, объединить или сбалансировать эти две энергии для здоровья ума и тела. Никаких сложных асан. Ну, такое мягкое растяжение, расслабление тела. Начинаем с дыхательной практики, где как раз устанавливаем спокойствие внутри. Приобретаем сначала установить спокойствие, расслабленность и потом мягкие упражнения на растяжку, в том числе и на укрепление практически всех группы мышц в теле. За каждое занятие мы прорабатываем. Асаны хатха-йоги помогают укрепить основные мышцы живота, боков, таза и спины, сохранить подвижность суставов, улучшить координацию, снять стресс, снизить нагрузку на нервную систему. Принять участие в тренировке может любой желающий. Ограничений по возрасту здесь нет, рассказала Вероника Толпанова. Йогой я давно занимаюсь, года два-три. Не слышала, что здесь йога проходит. Буквально на днях увидела пост в ВК и решила попробовать здесь, как это проходит. А в парке хорошо вообще в этом году, какие-то мероприятия проводят для детей, для взрослых. Раньше, конечно, такого не было, чтобы вспомнить у себя в детстве. Пустота. А в конце занятий выполняет комплекс тибетских монахов. Здесь две составляющие. За пять повторений и пяти упражнений участники прорабатывают все группы мышц, а также загадывают желания. Подобная практика помогает вернуть веру в мечту, которую многие теряют в современном мире. Желания загадываются. В нашем современном мире, к сожалению, многие потратили свойства мечтать, желать. Поэтому мы это все запускаем в себе, учимся, учимся мечтать, желать именно свои, внутренние, искренние желания от себя. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Сервис «Росмолодежь. Гранты» запустил конкурс микрогрантов, в котором молодые люди от 14 до 35 лет могут получить до 100 тысяч рублей на свою инициативу в 18 номинациях. Времени стать участником осталось совсем немного. Прием заявок проходит до 3 августа включительно. Интерактивный центр «Живой истории», в котором подростки и молодежь смогут изучить быт средневековой России и Нижегородского региона, фестиваль историй и культуры русского и мордовского народов, а также привлечение подростков в волонтерскую деятельность по изготовлению маскировочных сетей для СВО. Реализация этих и многих других проектов в нашем городе стала возможной благодаря грантам «Росмолодежи». В том году у нас ребята из молодежного центра выигрывали гранты. В этом году в первом сезоне «Росмолодежь. Гранты» у нас ребята из центра внешкольной работы получили поддержку. Еще у нас были молодые ученые, которые тоже со своей инициативой из ВНИЭФ тоже получили поддержку. То есть буквально с того года очень сильно активно у нас город начинает вникать, внедряться в эту суть именно получения грантов от «Росмолодежи». Сервис «Росмолодежь. Гранты» запустил конкурс микрогрантов, в котором молодые люди от 14 до 35 лет могут получить до 100 тысяч рублей на свою инициативу в 18 номинациях. Рекомендованный срок реализации проектов – октябрь 2023 года, сентябрь 2024 года. Бонус – упрощенная система отчетной документации. Обязательные условия участия – социальная инициатива. Должен быть какой-то эффект положительного влияния на других окружающих людей, окружающую среду. Возможно, это экологический проект. Поэтому, если он как-то положительно сказывается вовне, то обязательно нужно подавать проект на Грантс Росмол. Также важно не забывать использовать методические рекомендации для физических лиц при заполнении проектной заявки. Это повысит ваши шансы на победу. Найти их можно в разделе «База знаний» в ФГАИС. Заявки принимают до 3 августа. Включительно все интересующие вопросы можно задать по телефону 8 800 333 77 37. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские передачи. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин